Добрый день, уважаемые коллеги. Вот какой микрофон чувствительный. Подытожу тоже такое насыщенное выступление Светланы Владимировны. Светлана Владимировна, мы готовы всегда к сотрудничеству, наши двери всегда открыты для вас. В первую очередь хочу поблагодарить Давида Владимировича за приглашение. Я очень горд, что закончил данный ВУЗ, стою здесь перед вами. Но сейчас мы немножко сконкретизируемся, поговорим о спортивной борьбе, именно развитии его, именно проблематику аспектов, которые у нас существуют. Все мы прекрасно понимаем то, что высшая степень нашего спортсмена – это выступление на Олимпийских играх. И интерес к Олимпиаде всегда возрастает во всех странах мира. Наши советские спортсмены касательно спортивной борьбы всегда завоевывали огромное количество медалей. То есть лидирующее положение занимали. Если мы берем статистику за последние пять лет, то 48 медалей, из них 25, были завоеваны нашими борцами на Олимпийских играх. Это значительный вклад в развитие страны. Но, как и везде, как и везде, как и в любом виде спорта, существуют проблемы. Проблемы, которые нужно решать. Если мы вспоминаем преддверие 2016 года, вопрос стоял об исключении нашего вида спорта с Олимпийских игр. Слава Богу, что такого не произошло, потому что один из древнейших видов спорта мог оказаться под угрозой. Благодаря и действиям президента Федерации нашей спортивной борьбы, Михаилу Герачеву Мамиашвили, и тех президентов Федерации, которые, говорю, еще любят данный вид спорта, этого не произошло. Давайте тогда вернемся к проблематике, которая у нас существует. Одной из проблематик, которая существует, это, конечно, модернизация правил в соревнованиях. То есть в течение долгого времени, с 1896 года, начала Олимпийских игр, правила в спортивной борьбе менялись 29 раз. 29 раз – это очень много. За это время поменялись методы тренировки, выросла целая плеяда тренерского состава, который за последнее время не всегда владеет той техникой, которую предыдущее поколение осваивало. Поэтому это одно из важных тоже моментов. Изменение количества самих весовых категорий, которые также постоянно меняются, трансформируются, то есть привыкнуть спортсмену очень тоже тяжело. Сокращение продолжительности изменения регламента поединков. То есть, ну это, если мы берем предыдущее столетие, то есть борцы могли бороться и часами, до победного конца, до туше. Вот, сейчас в эпоху современного мира все это сжато, интенсивность возрастает, соответственно, и методы тренировочного процесса, они гораздо сложнее. Вот, здесь требуются и современные методы восстановления, которые у нас, к сожалению, в наших сборных еще находятся далеко не на нужном уровне. Еще бы хотел уделить внимание по поводу изменения проведения соревнований борцов. Это жеребьевка касательно олимпийской системы выбывания, изменение правил поединков. То есть, получается, получается таким образом, то, что перевод борцов из партера поставили в стойку, тем самым все-таки зрелищность, она возросла в разы. Потому что, почему и вставал вопрос в 2016-го перед Олимпиадой в Рио-Дон-Жанейро, чтобы исключение спортивной борьбы. Потому что, ну, если говорить объективно, борьба потеряла зрелищность. Она не была интересной. Поэтому, в результате чего, стали именно ЮЮВИ, Объединенная Федерация Борьбы, они стали вносить эти корректировки, изменения, что сделало хороший положительный момент. Вторая проблема – это система отбора участников на Олимпийские игры. Согласно требованию МОК, регламентирующее количество участников на Олимпиаде по спортивной борьбе в 2004-2012 год было 344 участника. Если брать Олимпийские игры Сиднейскую, было 8 весовых категорий. Я прекрасно эту Олимпиаду помню, я на ней выступал. Поэтому было у нас 314 участников из 55 стран. В настоящее время, в настоящее время, сейчас выступает 20 стран, и, если брать, представлено или 20 участниками. Вот. В связи с постоянным ужесточением отбора на Олимпийские игры, сейчас количество участников сокращается до 16. То есть и требования к отбору, они колоссально возрастают. Результат, честно говоря, не очень положительный. Почему? Потому что именно системный отбор Олимпийцев происходит, ну, как объяснить, выборочно. То есть отбор происходит на чемпионате мира, предыдущем, это у нас идет шестерка. Сейчас, в настоящее время, перед 2016 годом. Далее идет три континентальных турнира лицензионных, где первое и второе место тоже идет отбор. Ну, и чемпионат Европы, и чемпионат Азии. Перед 2020 году объединенный мир борьбы изменил требования отбора на Олимпийские игры. Отбор включает в себя такие правила. То есть идет у нас шестерка на чемпионате мира, отбираются спортсмены и пять континентальных турниров. То есть четыре, это у нас панамериканские игры, тихоокеанские игры, азиатские игры, европейские игры и мировой турнир. Ну, в связи с нашим вот этим болезненным состоянием коронавируса, который охватил весь мир, соответственно, отбор спортсменов на Олимпийские игры встает под угрозу. Что предпринимает наша дальнейшая часть Федерации? Сейчас, если я не ошибаюсь, Михаил Герач написал письмо вместе с коллегами по изменению правил отбора на Олимпиаду. Я очень надеюсь, что она состоится, и она, надеюсь, должна быть. Почему? Потому что все-таки это такое важное событие в жизни каждого спортсмена, потому что все мы прекрасно понимаем, шанс дается выступать на Олимпиаде не раз. Если такого шанса у спортсмена не будет, то есть весь тот труд 20-летний, 30-летний спортсменов, которые вложили все свое здоровье, всю свою душу, и, опять же, вклад тренера уходит в небытие. Поэтому с этим надо, конечно, этому противостоять. Вот для этого Михаил Герач предлагает такой вариант. Предлагает, что отбор будет происходить по десятке на чемпионате мира, который был в 2019 году, и тройка чемпионата мира 2018 года. В связи с тем, что у нас уже в панамериканские игры уже произошел отбор, уже два участника в каждой весовой категории уже отобраны. То есть у нас получается 16 участников. В принципе, вопрос отбора, если сейчас исполком проголосует, вопрос будет решенный. Следующая проблема – это у нас, естественно, перспективное развитие женской борьбы. Женская борьба в спортивной борьбе пришла к нам с 2004 года. В 80-м, в 90-х годах она бурно стала внедряться в нашу жизнь. Женщины стали доминировать, министические организации стали всегда кричать, что давайте переравняемся с мужчинами, чего они и добились. Но, к сожалению, женская борьба именно в России развита, ну, будем сказать, и не хорошо, и не плохо. Почему? Потому что все-таки азиатские спортсменки доминируют на международной арене. Для этого необходимо, конечно, развитие многих направлений, именно систему подготовки наших спортсменок улучшать, развивать, смотреть, в зависимости от изменения правил борьбы. Недочеты в системе определения рейтинга ведущих отечественных борцов. Важное место, конечно, занимает наиболее информативные, объективные оценки. Мастерство борцов высокой квалификации. Ну, у нас еще заострю внимание на применение спортивных технологий, без которых никуда мы не обойдемся, никуда мы от этого не денемся. Это реабилитационная технология, направленная, естественно, на лечение умеренных и тяжелых травм. Все мы прекрасно понимаем то, что спорт без травм не может быть, поэтому травматизм он всегда есть, и от него никуда не денешься. Поэтому реабилитационные мероприятия, они должны быть в составе сборных команд, и не только сборных команд, это и в спортивных школах Олимпийского резерва. Они должны быть. И финансирование данных реабилитационных, современных технологий, оно должно быть на высшем уровне. Если брать наши организации, конечно, много чего не хватает, не хватает специалистов, которые могли бы этой технологией пользоваться. Поэтому вопросов в этом очень много. Целое нужно, наверное, собирать консилиум и разбираться в этом уже отдельно. Управление оперативно-восстановительными процессами. То есть физические средства восстановления различной направленности действия на организм. Тонизирующие или релаксирующие, чтобы необходимо учитывать при кратковременных интервалах в ходах между соревновательными схватками. Рациональное сочетание различных физических средств. Это миофицеральный массаж, это техника массажа, которая воздействует не на мышцы, а на фасции. Мало кто это использует. Кстати, это очень с ордолимпийскими борцами. Есть у нас Евгений Кишиневский, который это направление очень сильно развивает. И если мы посмотрим статистику выступления с ордолимпийцев, сейчас, кстати, коллега мой Сергей Щелочков будет на эту тему выступать, очень сильно возрастает. Это не говорит о том, что тренировочный процесс нужно откладывать в сторону, и данный массаж нужно воспринимать как панацею для победы. Такого нет. Поэтому это просто нужно иметь в виду. Гиперборическая оксигенация. Это метод применения кислорода под высоким давлением в лечебных целях. И миостимуляция. Это процесс сокращения благодаря воздействию ослабленных электрических импульсов. С этим вы, я так понимаю, многие знакомы, знаете. Биомеханические технологии, о чем говорила Светлана Владимировна, это красота тела, красота движения. Без таких технологий, биомеханических технологий, изучение техники приема, выполнения будет очень проблематичным. То есть это, по крайней мере, упрощает. Это эстетически, кинестетически новая манера подготовки. Информационные технологии базы. В принципе, сейчас компьютерные инновации у всех есть. Это позволяет спортсменам, тренерам знать все, что им нужно для своих спортсменов. В наше время, конечно, такого не было. Мы не могли посмотреть ни видео, ни разобрать детально. Все происходило на карандаше. Сейчас, конечно, это гораздо проще. Можно сейчас разобрать по полочкам любого спортсмена, набрать ключи к ней, ключи и найти пути решения, чтобы его победить. И информационные технологии обратной связи. Это постоянно отслеживание свой прогресс по важным физиологическим показателям подготовленности. Даже если вы не готовитесь к Олимпийской золотой медали, технология может сыграть положительную роль, помогая получить мотивацию в соблюдении здорового режима и выполнении физических упражнений. На мой взгляд, если данные проблемы хотя бы частично их решить, в первую очередь мы поднимем уровень нашей спортивной борьбы. Мы еще раз сохраним этот уровень. И все-таки те проблемы, которые возникали в 2016 году, мы их просто не будем допускать. Поэтому спортивная борьба, она должна быть, есть и будет. Потому что один из древнейших видов спорта. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Юрьевич.